Rainbow English учебник 6 класс 2 часть, unit 4, step 8 и упражнение номер 6. Нам нужно использовать правильные формы глаголов, чтобы закончить текст. Зависит все будет эта форма глагола от смысла, то есть мы используем здесь прошедшее время, будущее или настоящее. Давайте посмотрим. Колумбы, sail это плыть. Здесь, ну получается, все сразу становится ясно, потому что Колумб, история про него, он уже давненько не живет в мире, на свете, поэтому это, конечно, прошедшее время. То есть Колумб поплыл на запад через Атлантику. Этот глагол sail это и есть плыть под парусами, куда-то там отправляться. Так вот, нам его нужно поставить в прошедшее время, да, то есть мы это поняли по смыслу. Итак, прошедшее время у нас строится. Если глагол правильный, то мы ставим глагол в первой форме и к нему добавляем окончание "-иди". Если глагол неправильный, мы ставим глагол во вторую форму. Для тех, кто еще не знает правильный и неправильный, неправильный у вас можно найти сзади учебника второй части таблицы неправильных глаголов. Вот если он там есть, правда их намного больше, но хотя бы то, что вы там в данный момент должны знать, он неправильный, и вы смотрите на вторую колоночку. Вот это и есть ваше В2, то есть глагол во второй форме. А если там глагола не находите, значит это правильный глагол. В прошедшем времени вы просто ставите к нему окончание "-иди". Поэтому для начала первое мы ставим sail плюс "-иди", потому что это глагол правильный. Columbus sailed west across the Atlantic. Затем, так как он надеется, так как он надеялся добраться до Индии. Глагол hope это глагол неправильный. Ой, sorry, правильный. То есть у нас получается нужно добавить "-иди". Но смотрите, если "-и» уже есть в конце, то просто ставьте "-иди". As he hoped to get to India. И вот так он открыл новую землю. Он открыл discover, глагол правильный. Значит мы просто будем к нему добавлять окончание "-иди". Когда он и его люди прибыли, они встретили коренных американцев, ну то есть индейцев. И дали им название индейцы. Ну по-английски это звучит прям как индейцы, так что тут не отличить. Так, смотрим. Когда прибыли. Глагол arrive, глагол правильный. Значит опять же просто "-ди". Глагол meet под номером 5. Вот он неправильный. Можете проверить, он в табличке у вас должен стоять. И мы смотрим на его вторую колоночку, и там мы должны увидеть met. Вот его вторая форма, V2. А затем глагол give тоже неправильный. У него есть вторая колоночка, и это будет give. И получили. Индейские племена охотились на животных, выращивали растения и были достаточно дружелюбными или мирными. Итак, hunt, глагол правильный. Ну как мы поняли, да, по русскому переводу это все прошедшее время. Так что продолжаем работать со временем по simple, прошедшее обычное. Hunt, глагол правильный, значит иди. Hunted. Grow, неправильный, значит grew. Вторая форма. И девять, глагол be, этот вообще особенный. Он у нас имеет во второй колонке две формы. Это was и were. И зависит от подлежащего. Если у вас множественное число, а у нас множественные, индейские племена, ставьте were. Был бы кто-то один там, поставили бы was. Ну, в данном случае were. The Indian tribes hunted animals, grew plants and were fairly peaceful. Они думали, что земля, где они жили, принадлежала им. Итак, думали. Это глагол неправильный. Сложноватый он пишется, но читается thought. Да, так довольно легко. Thought. А belong, ну здесь глагол снова вернулись к правильному, значит belonged. Так, they thought the land where they lived belonged to them. Поэтому позже они боролись за нее с европейцами. И номер двенадцать, глагол fight неправильный. Вторая форма пишется очень схоже с глаголом think. То есть think thought, fight fought. So later they fought for it with the Europeans. Значит. Продолжение следует. По crystal